Встреча с членами Совета по правам человека Путина, текст своего выступления или какие-то тезисы, но у меня все равно осталось ощущение наигранности этого сюжета, этого конфликта, якобы там ссора прямо произошла. Я не увидел никакой ссоры, я напротив увидел полнейшее единодушие как с той, так и с другой стороны. С обеих сторон, по обе стороны экрана были русофобы, самые настоящие. Я теперь совершенно не сомневаюсь, я не особенно следил за тем, что есть такое Сокуров. Знаю, что есть у него гениальный фильм «Эрмитаж», действительно выдающийся фильм. Ну, также и знаю совершенно скабрезные, отвратительные, мерзостные, какие-то некрофильские фильмы, связанные с последними годами жизни Гитлера и Ленина. Крайне неприятные фильмы, я посмотрел по настоянию знакомых, ну, мерзость просто. Поэтому я не признаю как Сокурова за выдающегося деятеля культуры. Вот один фильм я только знаю, его, который с моей точки зрения достоин внимания. Вот, не вижу я там никакого конфликта, не было его. Ну, Сокуров сказал о конституционном кризисе. Он имел в виду только одно. Кто-то почему-то решил, что он за русский народ там где-то вступился, сказав, что Российская Федерация есть, а где Россия. И там что-то очень бессвязно попытался сказать, что Москва это столица Федерации, но не столица России. Хотел это сказать, но сказал фразу «Москва является столицей Москвы». Вот, ну, я там домысливаю за него. В общем, речь бессвязная, косноязычная, нелогичная, все свалено в кучу. Он, во-первых, сказал, что нашей Конституции сто лет. Вот, ну, сто лет издевательств нашей страной, если бы он сказал, я бы тогда еще его понял. А он, значит, сказал совершеннейшую глупость о том, что большевики собрали в одну корзину разные яйца, и потом из них вылупились самые разные животные. И имел он в виду, что национальные республики совершенно по-разному развивались и обнаружились совершенно разные политические субъекты. А что у нас в империи те же самые народы не жили, большевики собрали, большевики ничего не собрали. Большевики разрушили нашу страну в 91-м году. А чуть раньше, в 1917 году, точнее в 1918 году официально, отделили от страны Финляндию и Польшу. То есть они действовали только исключительно как разрушители. А Конституция 21-го года не была принята, потому что некому было ее принимать. Потому что собрались совершенно случайные люди из одной и той же партии. Ну, конечно, Сокурову на все это наплевать. Ему там главное было продавить очень простую тему в пользу правительства Ингушетии против правительства Чечни. И он постоянно называл Кадырова падишахом. Нет бы прямо сказать Кадыров там то-то и то-то. Нет, он там несколько раз сказал, что у нас в стране появился падишах. Да, Господи, если бы правду ты сказал, как он появился, откуда он взялся и кто он на самом деле такой. Ну, ведь не сказал. Все время там Путин ему говорил, некоторые вопросы лучше не озвучивать, а сначала думать. Ну, действительно, надо сначала думать. А тут бессвязная речь, абсолютно нелогичная. И все вот какими-то закавыками, какими-то уловками, условностями, подменой смыслов. Вот, в общем, вы поймите меня правильно, но я ничего такого не сказал. Да сказал уже одна сплошная глупость. Вот я, не знаю, там Кадыров тоже выступил. Ну, он понял же, что про него идет речь, но как же не понять. И он там объявил, что Чечня никогда из Российской Федерации не выйдет. И чеченцы все вот такие ревдостные россияне. Конечно, никакого конфликта между Путиным и Сокуровым нет. Нет. Они оба многонационалы. Они плевать хотели на русский народ. И только один раз слово русский проявилось в речи у Сокурова, когда он сказал, что русской России перестали доверять. Да при чем здесь русская Россия? Где вы видели русскую Россию на территории Российской Федерации? Я уже не говорю про СССР. Да ничего русского в Российской Федерации нет. И он стал приводить что-то, он разговаривал с какими-то юными отморозками, которые сказали, мы, если с НАТО начнется война, за вас воевать не будем. Имеется в виду, за русских воевать не будем. Так вы и не воевали. А что, чеченцы воевали во время нашествия гитлеровцев, что ли, за Россию и русских? Или хотя бы за советских? Да нет, мы прекрасно знаем, что там творилось. И когда пытались создавать национальные воинские части, и как Баграмян сказал, если больше половины не русских в каком-либо подразделении, то считай, что оно не дееспособно. Вот так вы и воевали. Хотя наградами там сыпали, будь здоров. Вот, ну надо же многонациональную поддержать, надо показать, что у нас разные народы, и всем народам раздавать не поровну, потому что такова доктрина, национальная доктрина, еще со времен Ленина была доктрина о великорусском шовинизме, его надо отдушить, давить, и что-то там компенсировать, якобы русские кого-то там угнетали. Сейчас все то же самое, ровно то же самое. Конечно, все это было разыграно, я сейчас почти не имею сомнений. Разыграно плохо, два плохих актера плохо разыграли, и поэтому то, что должно было выглядеть неким таким скандальным выступлением, в котором Сокуров выглядел дураком, а Путин выглядел бы великим государственным деятелем, выступающим за межнациональный мир и национальное единство. Не получилось такого сценария, не вышло у них ничего. Получилось два дурака, которые вообще ничего не понимают, не владеют ситуацией. Да, Сокуров сказал, что у нас конституционный кризис, но привел к примеру только один. Только один, это территориальный конфликт между Чечнёй и Ингушетией. А Путин сказал, что у нас 2000 таких конфликтов, впервые обнародовав такую цифру. На территории единого государства никаких территориальных конфликтов быть не может вообще. Вообще не может быть, потому что административные единицы это не субъект политики, и никто не может утверждать, что это земля моя, а вот это принадлежит кому-то другому. Это хозяйственные субъекты могут спорить. У них могут быть споры по поводу земли. Моя или не моя, где межа проходит. А вот среди административно-территориальных единиц не может. Это значит, что все эти 2000 конфликтов, это что за конфликты? Это значит конфликты в распавшейся, реально распавшейся стране. России как государства не существует. России как страны, превратившиеся, оформившиеся в государства русских, нет. С 17-го года нет. А с 91-го года это русофобский политический режим, а никакое не государство. Что касается территориальных претензий, они показывают, что на центральную власть плевать хотели. Есть эти конфликты и будут, потому что национальным республикам придан статус политических субъектов. И многие области, которые не являются национальными, тем не менее тоже пытаются превратиться в субъекты для того, чтобы в процессе распада Российской Федерации, а он уже не за горами, отгрызть себе территорию по каким-то принципам и самостоятельно существовать. Ну, что Чечня лучше всего к этому готова, все понятно. Сокуров сказал, что там вот по дешах и у него личная армия есть. Он во множественном числе сказал, но мы-то конкретно знаем, что именно про это велась речь. И там эта армия, она может весь Северный Кавказ пройти и превратить всю эту территорию в свою собственную и всех поработить. Поэтому чеченцев-то не любят на Кавказе. И сами чеченцы не любят кадыровский режим, потому что там сплошные кровники для кадыровской банды. И чуть пошатнется режим Аллаха Владимировича, и там может начаться резня. И кто-то говорит, не дай Боже, не дай Боже. А как расправляться с преступниками? Преступников надо уничтожать, особенно государственных преступников. Как по-другому? Если их нельзя арестовать, если они оказывают вооруженное сопротивление, то нет сомнений, что именно так и должно быть. Конечно, в этой дискуссии или в этой небольшой маленькой театральной склоге ничего подобного сказать ни один из дискутирующих не мог. Интересный оговор, как при Советском Союзе. Везде русские правили, поэтому развития не было. Ну это просто вранье, скажем так, вранье необразованного, неумного человека. А во-вторых, дальше он сказал, а теперь местные все, вот вся власть у местных, имеется в виду в национальных республиках, развития все равно нет. Ну сам же себе противоречит. Вот взяли власть и отдали вот этим этническим кланам, порой в условиях, когда эти кланы формально опираются, реально не опираются, на национальное меньшинство, на этническое меньшинство, как в Башкирии. И все равно ничего не получается. То есть привилегированные слои возникают в виде этнических кланов. А остальные-то живут, как и все остальные, только почему-то решили, что им положено больше, чем всем остальным. Вот почему-то в Татарстане татарам положено больше, чем русским. Это считается нормой. И вот этот режим, вот эту ситуацию Путин хочет сохранить. А Сокуров говорит, а давайте мы отпустим. А кто-то просится наружу. Ну в принципе Чечня в какой-то период могла бы уйти, если бы ее отпустили. Но это вообще-то наша земля. Причем здесь чеченцы. Чеченцы в горах жили. А мирных чеченцев, принуждая их к производительному труду, чтобы не грабить, не воровать, переселили на равнину и здесь давали им земли. Но это земли наши. Нет, пожалуйста, я готов отпустить всех, кто не хочет с нами жить. Только вот сколько в руках унесут, вот пусть за границу проваливают. Пусть даже это будет там мешок золота или мешок долларов. Мне совершенно все равно, честно сказать. Пусть проваливают. Земля наша. А не хотите с нами жить, можете проваливать. Все равно, какой вы там национальности. Национальности я лично не возражаю против выселения тех, кто не хочет с нами жить. Понятно, что у Сокурова есть какие-то особенные отношения с ингушами. Поэтому он там целой тирадой разразился в пользу культурности ингушей. Правда, не привел в пример ничего вообще, кроме того, что они якобы очень хорошо русский язык знают. А вот в ментовках, там где вроде бы русские люди, там сплошной мат-перемат. Но он этого противопоставления не сделал, и оно и некорректно было бы. И, в общем, оснований для того, чтобы что-то там прославлять, просто не существует. Это прославление только для одного. Для того, чтобы обосновать свою мысль о том, что те, кто выступал против отделения от ингушетии, кусочка территории в пользу Чечни, необходимо прекратить уголовные дела и прекратить судебный фарс. Но это судебный фарс, извините, только один. А в отношении русских людей, которые хотят жить по-русски, таких фарсов просто тысячи. И, конечно, Сокуров об этом не знает, потому что он с русскими не общается. Он общается с дагестанцами, с ингушами, и их чаяния и высказывает, и их тайные устремления, что воевать за Россию они не собираются, и выходить за Россию тоже не собираются. Почему? Потому что здесь очень удобно живется за счет других. И Сокуров говорит, что Российская Федерация русская. То есть он говорит, что русскую Российскую Федерацию начинают потихоньку ненавидеть. А что в Российской Федерации русского? В Российской Федерации просто русские люди живут, но русского в этом странном образовании нет вообще ничего. Сокуров, разумеется, об этом не знает. А вот Путин знает. Путин-то точно знает. Поэтому он, можно сказать, отбрил знаменитого в каких-то кругах режиссера и действительно выставил себя как такого государственника. Именно поэтому я и думаю, что это спектакль. Все, что сказал Сокуров, я случайно так, когда искал вот эту видеозапись, их дискуссии, я натолкнулся на интервью Сокурова. Ну, он примерно то же самое и сказал, что на этой встрече. Единственное, что он такую шпильку подпустил и сказал, почему офицер КГБ лучше знает, как развивать кинематограф, чем я, который 40 лет проработал на Ленфильме. Ну, ответную шпильку можно было бы выпустить. Почему режиссер, кинорежиссер знает лучше, как формируется государство, как строить межнациональные отношения, как их корректировать и кому дать по шапке, а кого облагодетельствовать. Конечно, он не знает и не понимает. Вообще ничего не понимает в государственном строительстве, потому что и не считает, что Российская Федерация должна быть русской страной, по крайней мере, и русским государством. Он считает, что это русская по каким-то признакам, но не знает, что за признаки. Их нет просто, этих признаков. Ни одного признака русскости в государственности РФ, псевдогосударственности в кавычках, не существует. Ну, разве кинорежиссеру это может в голову войти? Когда Сокуров говорит о том, что России нужна оппозиция, он там действительно целый манифест, совершенно тоже бессвязный, какие-то пункты вообще ни о чем. И вот он напарывается на то, что России нужна сильная, активная оппозиция, нужно прекратить цензуру. Вспомните Конституцию. Ну, действительно, в Конституции цензура запрещена. Реально, она есть еще какая. Вот даже если бы в Конституции прямо было написано «цензура», было бы лучше, потому что был бы какой-то порядок. Теперь цензура абсолютно произвольная. Но Кадыров-то имел в виду оппозицию исключительно либералистическую. Он вообще ничего не знает о русских. Ничего. Он не знает о том, что есть русское движение, что были русские и остаются, хотя и задавленные репрессиями русские организации, что есть русские политические активисты. Он ничего вообще не знает о России. Абсолютно живет посреди России, ничего не знает о русских. И он радеет только о либералистической оппозиции. Никакой другой он представить себе не может. Когда какие-то конкретные примеры он там попытался провести, то это речь идет только о либералистической журналистике, которая подвержена цензуре, и только либералистической оппозиции. Он не знает, что есть русская национальная оппозиция, что есть русское национальное движение, и есть жесточайшая цензура в отношении русских людей, русской литературы, русской публицистики, русской аналитики. Все русское в России подвержено запрету. Этого он не знает, поэтому для него есть только либеральная альтернатива нынешнему строю. А наша русская альтернатива, его не видна. Нам же либеральная альтернатива или социал-демократическая, социалистическая, а еще любая какая-нибудь связанная с вот этими марксистскими измами, абсолютно неприемлема. Неприемлемы вы как либерасты, так и коммунисты. Для русского человека вы противоречите русскому мировоззрению и русскому историческому опыту. Поэтому для нас, что путинский режим русофобский, что вы русофобы, которые пытаетесь дорваться до власти и поделить страну на куски, раздать ее. Ну, собственно, к этому идет, конечно. И, наверное, это произойдет к несчастью. Государственность сохранится только если русские вернут себе первенство России. И тогда возникнет перспектива воссоединения страны, разрушенной все теми же КПСС, КГБ, которые сейчас находятся у власти. Ну, а Путин в ответ свой русофобский тезис повторил. Ну, это тезис всех русофобов о том, что Россия является многонациональной, многоконфессиональной страной. Если есть такая страна в природе, то не существует природы. Но поскольку такой страны не существует и не может существовать, то существует русофобский, путинско-сокуровский режим, который не предусматривает существование русской государственности, не предусматривает первенства русских, которое заслужено ими в истории, в развитии культуры, в государственности, во всех делах, которые были на территории России. Один только русский народ является настоящим хозяином России. Все остальные его либо добрые соседи и союзники, либо противники и враги, что тоже случалось неоднократно. Сейчас противники и враги находятся во власти. И они между собой якобы там ссорятся. Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Вот они поссорились. Да не поссорились они. Они живут душа в душу, как и жили. И проболтался Путин об этом. Я знаю вас, сказал он. Знаю вас многие годы, знаю давным-давно. Если что, звоните, приходите, обсудим. Ну, так с противниками не разговаривают. Так разговаривают с единомышленниками, с которыми давно, может быть, не встречались, потому что жили синхронно и признавали все то, что здесь происходит, и организовывали то, что здесь происходит против русских. Поэтому я предлагаю, ну, прежде всего, русским людям не искать среди либералов своих союзников. И вот все эти прославленные каким-то образом в РФ и люди, или прославленные на Западе в тот же самый период, не являются для нас и не будут никогда нашими союзниками. Они будут нам только врагами, несмотря на то, что они могут в некоторых ситуациях выглядеть как оппозиция, в некоторых ситуациях могут выглядеть даже как что-то прорусское, но они не являются нашими союзниками, они нам враги. И надо это понимать, что вся либерастия, путинская она или антипутинская, они неприемлемы для нас ни как оппозиция, ее не должно такой оппозиции существовать, антигосударственной оппозиции на территории любого государства существовать не должно. Они также являются противниками нас как нации, еще не сформировавшиеся, мешают сформироваться нации на территории РФ или на территории России, скажем так. Они мешают этому процессу, поэтому у них много националии, много конфессионалии. Это мир такой многонациональный, много государств, много политических наций. А если в рамках одного политического проекта есть многонационалия, значит нет такого проекта, значит его даже не мыслят сделать успешным. Ну, Российская Федерация это абсолютный лузер, во всем абсолютно, в любой отрасли, какой вы ни коснетесь, путинское правление, ельцинское лузеры, нигде нет продвижения, нигде нет развития. Мировая конъюнктура как-то так болтается, и когда мировая конъюнктура позволяет промышленности России расти, ну тогда все тут гении, а когда идет обратный процесс, ну как-то это все замолчали, или это происки врагов. Вот вся незамысловатая пропагандистская тактика у адептов путинского режима. Мы же должны знать, как бы вот коренной вопрос, русский вопрос не решен и не решается, значит у власти наши враги. Значит гражданская война не закончилась, истребление русских это цель вот этих людей, которых мы увидели в Совете по правам человека. Вот пусть этот Совет советуется нашим главным врагом, который сидит в Кремле. Нам эти советчики не нужны, они абсолютно для нас чужды, там нет ни одного приличного человека, который мог бы систематично, точно и ясно изложить то, что необходимо русским людям. В каких-то локальных и частных вопросах, и также в вопросах глобальных. Сокуров якобы попытался глобальный вопрос затронуть, но только в пользу этого режима, и даже в пользу того, чтобы ситуация еще более ухудшилась для русских людей. Нам такие союзники не нужны, постараемся справиться сами. А режим, вот этот негодяйский режим, он сам себя сожрет. А мы должны ему в этом помочь. Слава Руси! Господи, спаси!